Поздравляю вас с началом настоящего лета по всей стране. Уже кто-то начал не только велосипедный сезон, но и плавательный сезон. Соответственно, тема у нас актуальная. Про пигментацию, летопигментация, все как всегда. И самое важное, как предотвратить ее и как с ней бороться. Весь вебинар будет больше построен на том, чтобы вы именно поняли суть пигментации. Что это такое, какая она бывает. И то, что не так уж легко с ней бороться, проще ее предотвращать на самом деле. А также, может быть, обнаружили какие-то свои мелкие грехи, которые привели к пигментации. Или которые продолжают приводить к пигментации. Это будет в самом начале. Потому что самое главное правило – это предотвратить и не стимулировать ее. Потому что, как бы мы ее не лечили, если мы продолжаем стимулировать, то есть если мы продолжаем, например, загорать, то пигментация будет. И хоть там запеленгуйся, хоть заколись, хоть, я не знаю, что, пересади кожу. Начнем мы с видов пигментации. Будет много картинок с очень похожими пятнышками. Смотрите. Значит, сейчас я стрелочку сделаю. Да, вот первая здесь азиатка. Это веснушки. Это обычные веснушки, которые при этом сложнее всего удалять на самом деле. То, что нам дано природой, то сложнее всего убрать. И сейчас, к счастью, веснушки в моде, потому что борьба с веснушками – это может быть абсолютно вечная борьба, и она все равно ни к чему хорошему не приведет, только к плохому настроению, потому что как только появляется солнце еще в конце февраля-марте, веснушки начинают появляться. Соответственно, вопрос, а все ли веснушки – это веснушки? Да, потому что если посмотреть, вот здесь вот, это спина, это солнечная лентига. То есть то, что достаточно часто можно увидеть у людей, которые любят загорать, а именно засыпать на солнце, и которые когда-то обгорали, может быть, даже в детстве на солнце, у них бывают вот такие пятна, бывают они и поменьше, бывают они и побледнее, тут видно, что они разного цвета, да, есть более коричневые такие, аж серо-коричневые, есть светло-коричневые. Но согласитесь, если они будут чуть поменьше, то они будут очень похожи на веснушки в том числе, и многие люди думают, что это тоже веснушки, но это уже не веснушки, это последствия солнечного ожога, и чаще бывает как раз у бледных людей. Вот здесь тоже кажется, что веснушки на руках, но здесь это уже старческие изменения, здесь кератома и старческая лентина. Вот, хотя выглядят, в общем-то, очень похоже, согласны? Следующие пятнышки покрупнее, округлые пятна, уже побольше, то есть от полусантиметра до сантиметра и более, вот здесь они смазаны. Так, слава Богу. Сейчас вернёмся чуть назад, так как вылетело, да? Ура! Итак, да, виды пигментации мы обсудили, мы обсудили веснушки, мы обсудили солнечная лентига, мы обсудили старческая лентига, и здесь кератомы всё вперемешку, ничего не понятно, да, всё вместе что-то странное. Далее, более чёткие крупные образования, вот они более круглые, да, более большие, побольше, более чёткие, хотя здесь всё вперемешку, опять же, чем старше человек, тем больше перемешка. В целом они все кажутся похожими, на самом деле нет, потому что вот это неус. Ну, здесь он большой, я не стала маленький неус искать, просто было, просто в Яндекс.Картинках на пигментации было всё подряд. И я уверена, что человек не дерматолог, да, увидев пятнышко, для него эти все пятнышки, это всё пигментация. Но я вам уже показала много похожих пятнышек, и вы должны заметить, что нет, они все разные, хотя кажутся одинаковыми, или наоборот, я их называю одинаково, а кажутся они разными. То есть вот это кератома, вот это кератома, плюс здесь ещё хлоазма, плюс здесь и веснушки есть, здесь у нас старческая лентига и кератома, вот их тут много, вот, всё, всё, много всего, много разных пятнышек, всё очень непонятно. Но те пятна были либо вследствие старости, либо вследствие гормональных изменений, либо вследствие солнца. А вот эти пятна вследствие наших рук. Это посттравматическая пигментация при экскорированном акне, то есть когда мы не просто болеем акне, но ещё и ковыряем его. Причём чаще это встречается уже в более зрелом возрасте, потому что в молодом и заживает без шрамов, и заживает без пигментации. Чем старше человек становится, тем больше вероятность и образования рубцов, и образования пигментации. Лучше всего видно, на самом деле, вот на этом подбородке, потому что ещё здесь присоединилась хлоазма, вот на усах видно, да, подкрашены усы. Вот экскориации, да, то есть то, что содрано. Здесь есть вот рубцы, вокруг него розовый ободок, а вокруг него ещё коричневый ободок. Очень мало таких подобных картинок в интернете, к сожалению, но это не перепутаешь ни с чем. Так. Здесь, да, вот сейчас я вижу, что видно плохо. Здесь тоже пигментация после постакны, пигментация вот в этой области есть, и вообще, в принципе, ребой такое лицо. Здесь вот у молодого человека тоже можно назвать пигментацией, но здесь именно образующиеся рубцы. Это всё будет рубчиками такими вбитыми, вколоченными, спиновидными рубчиками, к сожалению. То есть здесь идёт и сосудистый компонент, поэтому они такие розовато-розовато и слегка с коричневатым оттенком. Зато он улыбается. Усы пигментированные – это может быть хлоазма, а может быть посттравматическая, если мы воском там или шугарингом их удаляли. Может быть спровоцированная лазерная пиляция или пилингами. Поэтому это не всегда хлоазма. Ну, здесь я просто предполагаю, что были и пилинги, плюс нарушение есть, скорее всего, гормонального фона, поэтому здесь, ну, опять же, вот под нижней губой это скорее хлоазма, потому что там солнце прям снизу не так часто светит. Здесь тоже вот видно, оно экскориированное, и вот они, вот она пигментация на старых участках. То есть здесь ещё это видно розовое, а потом оно станет коричневеньким. Вот, поэтому акне ковырять нельзя. И вообще ничего ковырять нельзя, потому что образуются рубцы, потому что образуется пигментация. В целом это самоистязание, и лечить это должен уже не косметолог, не дерматолог, а психолог. И последняя картинка как раз про хлоазму, да, то есть это уже крупные, такие неправильные формы пятна. Часто они могут быть из нормального цвета кожи, вкраплениями, да, то есть вот такие они всякие разные. Часто на усах, часто на лбу, могут быть посередине, могут быть, наоборот, двумя такими пятнами. На верхней части скулы очень часто бывают, и часто это первый признак, бывают вот так вот треугольником. И тут вот тоже видно, что тоже усы подкрашены. А вот эти места крайне редко, то есть где нижняя челюсть, челюсть джоли, вот, они обычно не пигментированы. Вот здесь тоже видно, что здесь пигментации нет. Хотя солнце, в принципе, сюда тоже попадает. Да, то есть здесь дело не в солнце, здесь дело в гормональных изменениях. Ну, все эти картинки были не для того, чтобы научить вас дерматологии или научить вас разбираться в пятнах, да, потому что те, кто дерматологи, они и так это все знают. Те, кто не дерматологи, лучше не пытаться лечить то, что вы не можете продиагностировать. Я хотела показать, что пигментации огромное количество, причин огромное количество, и выяснять их – это прям работа следователя. Потому что, когда экскурированные акне, да, вот возьмем, даже вот здесь, вот берем эти картинки, вот это может быть совершенно даже не мелазма, а, например, постпилинговая пигментация. Потому что вот здесь стало жестче, да, вот жестче прошелся пилинг вот в этой части, и мы получили постпилинговую пигментацию. Но за мелазму скорее скажут то, что будет то же самое на щеках и так далее. И все-таки, когда постпилинговая, там часто видно прямо линии, когда чаще всего это бывает после ТСА пилинга, и так как его наносят обычно ватными палочками, то он наносится как бы линиями. И между линиями там пожестче получилось, там полегче получилось. И прям видно эти линии. Или что капля потекла, если слеза, например, потекла, и в этом месте получилось сильнее. Но чаще всего нежнее кожа в околоротовой области, на щеках, либо на носу. И вот в этих местах постпилинговая пигментация бывает. Часто несимметрично, потому что мы когда наносим, ну мы же не машины, да, где-то сильнее, где-то слабее получилось. Вот. И если кожа по каким-то причинам, ну, мы не можем абсолютно стопроцентно угадать, насколько сильно подействует пилинг, потому что девушка могла побыть на морозе, там, постояла на остановке или гуляла перед этим. Соответственно, кожа стала более проницаемая из-за обморожения. Да, мы уж лето не берем. Летом никто ТСА пилинги не делает. Или там, с одной стороны, стояла долго на той же остановке, у нее с одной стороны сильно, даже может обычный пилинг, там, срединно-поверхностный подействовать до фроста, а с другой стороны все нормально. А мы можем получить, к сожалению, посттравматическую пигментацию или посттравматическую эритему. Честно скажу, посттравматическая пигментация лечится гораздо проще, чем посттравматическая эритема. Эритемы вообще крайне редко бывают, и это уже надо сосудистым лазером убирать. Там прям изменения такие в глубине кожи идут. У меня один раз я с этим столкнулась, и, в общем, долго-долго лечили, долго думали сначала, что это, потому что редкая вещь. Для меня, во всяком случае, потому что я стараюсь не делать чего-то жесткого. Значит так, там был вопрос про лентига. Когда я зависла, сейчас я попытаюсь его пролистать. Или повторите, я чуть не понимаю, как листать вопросы. Почему-то она не листается. А вот, все, нашла. Так. Может ли лентига появиться в 32 года? Имеется в виду солнечная лентига или старческая лентига? Или это вообще кератома? Или это веснушки? Солнечная лентига может и раньше появиться, она может появиться в 20 лет. В 30, конечно. Лентига на висках, не факт, что это лентига, это, возможно, кератома. Нужно посмотреть в дерматоскоп, потому что на висках, виски редко обгорают, скорее обгорает вот это место. И скулы. Виски как раз чаще без пигментации остаются. То есть вот я на себе могу четко показать, где у людей может быть солнечная лентига, а именно фотостарение. Это вот верхняя часть лба, когда покатый лоб, и нет челки, да? То есть вот это, вот эти вот части, вот это вот посерединке, и вот эти скулы, нос, верхняя губа, и подбородок, но не прям под губой, а вот где он выпирает. Вот и все. Значит, надо наблюдать и посмотреть. Ну, в целом можно, мы к лечению сейчас тоже перейдем. В целом можно будет тоже это все убрать. Так, как работает кожа, и как образуется в ней пигментация? Потому что все эти виды пигментации, которые я показала, они все равно образуются одинаково. А пигмент делает меланоцит. Пигмент – это меланин. Он содержится в маленьких таких пузырьках, меланиновых гранулах, а делает этот пигмент клетка меланоцит. Клетка – это дендритная, то есть она схожа с нервными клетками, и у нее есть отростки. По отросткам она как раз передает свои гранулы с пигментом. Вот она здесь, не такая красивая, не такая няшная. И вот ее эти отростки, они далеко и глубоко идут. Вот живет меланоцит. Считается, что в базальном слое эпидермиса. То есть это самый нижний слой эпидермиса, на границе с дермой. На самом деле меланоциты могут двигаться, и они могут жить, и в дерме тоже. Есть и дермальная пигментация, есть пигментация эпидермальная, есть пигментация дермальная. А дермальная пигментация выглядит более серой. И часто сочетается еще и с сосудистым компонентом. Там родинки, например, различные, это уже дермальная пигментация, это не эпидермальная пигментация. То есть меланоциты, они живут и в эпидермисе, и в дерме. А щупальцы их, скажем так, они могут распространяться куда угодно. И вот эти гранулы, они передают и по щупальцам, и между клетками они содержатся. Но в целом клетки кератиноциты, которые составляют весь наш эпидермис, они эти гранулки с удовольствием потребляют и сохраняют в себе. То есть эти гранулы не вот так вот валяются между клетками, а они содержатся именно в самих клетках. И чем толще эпидермис, тем кажется, что темнее кожа, если она, конечно, содержит пигмент. Поэтому, когда вы делаете пилинги или какие-то отшелушивающие вещи, или, например, там, два месяца вы нормально не умывались, и тут вам сделали энзимные какие-то маски или скрабики, или что-то такое, гамажи, и лицо посвежело, пигментация практически прошла, все стало красиво. Это просто потому, что с кожи убрали лишние слои корниоцитов, то есть рогового слоя, в котором точно так же есть эти гранулы пигментные. Соответственно, просто уменьшили количество пигмента, но никак не подействовали на его причину появления, то есть на сам меланцит. Пока мы не воздействуем на него, все эти пилинги – это просто отвод глаз. Это как макияж. Накрасил – не видно. Смыл – видно. Да, прошло там две недели, кожа опять набралась, ну, толщина эпидермиса восстановилась за две-три недели. Мы опять видим пигмент, да, и, соответственно, либо все время делать пилинги, чтобы убирать этот пигмент. В целом не такая плохая идея, но на самом деле плохая. Я вам расскажу потом, почему. Либо все-таки что-то придумать другое. Вот на этой няшной картинке очень хорошо написано, что стимулирует меланоцит к выработке пигмента. Просто меланоцит делает что? Он делает пигмент. Это его работа. Он может быть ленивым, а может быть стахановцем, который делает очень много пигмента. Очень много пигмента он будет делать тогда, когда он либо сошел с ума, и это какая-то уже патологическая пигментация, которая не зависит ни от солнца, не от каких-то других причин. Да, просто он сошел с ума. В нем произошла мутация. Так образуются, например, ну, невусы, например, или еще что-то. Вот, да, стахановец. Либо все-таки его кто-то подгоняет. Кто-то может его подгонять, стоять, значит, и ругаться на него, чтобы он работал лучше. Это в первую очередь солнышко. Мы все знаем, что на солнышке образуется загар. Да, что такое загар? Загар – это и есть работа меланоцита. Он производит пигмент. Для чего? Не для того, чтобы солнышко на него больше не светило, хотя и это тоже. А для того, чтобы защитить клетки, подлежащие эпидермису, от мутации. Потому что солнце губит клетки, губит вплоть до ДНК. Из-за солнца разрушаются не только различные белки, липиды, клеточная стенка, но включая и ДНК клеток, включая митохондрии и так далее. Это все очень грустно, поэтому предлагаю вам все-таки пользоваться солнцезащитными кремами и не сгорать на солнце. Слегка загорать можно, но сгорать нельзя. Если вы сгорели, значит, вы уже все повредили. И потом образуется солнечная лентика, а через 20 лет какой-нибудь рак кожи среди этих пятнышек. Вот. Но это, к счастью, долго происходит. В течение десятилетий. Значит так. Теперь становится понятно, что эти гранулы – это защита от солнца, от губительного солнца. И поэтому понятно, что негроидная раса черная, потому что они живут на экваторе. У них там солнца много, одежды у них нет, и они становятся все черными. Вот. Там скандинавы, у них нет солнца, у них есть одежда, соответственно, они белые. То есть в процессе эволюции их меланоциты не производят, ну они не умеют просто производить столько пигмента. Количество меланоцитов доказано, что одинаковое примерно у всех рас. Да? Будем считать меня расисткой, но существуют расы, существуют как бы фототипы у людей кожи, соответственно, будем говорить про расы. У белой расы просто образуется меньше, меньше пигмента, чем у черной расы, или чем у кавказцев, там, арабов, или у монголоидной расы. У них еще и с желтым пигментом, там больше желтого пигмента. Вот. То есть понятно, что раз пигмент образуется, значит, солнце – это не очень хорошо. Следующее. Воспаление. Ну, в целом тут написано, что солнце вызывает воспаление и оксидативное повреждение. То есть это свободно-радикальные реакции. И как раз фотон – это самый важный свободный радикал. Вот. Дальше идет уже супероксидный радикал. Это когда вы озон себе колите. Так вот, в целом воспаление и оксидативный стресс даже без солнца тоже вызывают стимуляцию мелноцита. Но вы смотрите, солнце, воспаление и оксидативный стресс действуют на что? Не на мелноцит. Они действуют на клетки эпидермиса, на кератиноцит. А уже он говорит, ай-ай-ай, мне больно. Мелноцит, защити меня, пожалуйста. Сделай мне темно. Вот. Сделай мне загар. То есть любое воспаление не обязательно от солнца. То есть это может быть акне, это может быть повреждение, пилинг тоже вызывает воспаление. То есть любое какое-то повреждение кожи, какое-то воспалительное заболевание кожи, там даже аллергия, просто пятно аллергии, химический ожог, механическое повреждение тоже вызывает воспаление. То есть понятно, любое воспаление кожи будет, скорее всего, стимулировать меланоцит и стимулировать какую-то пигментацию. Оксидативный стресс. Соответственно, тоже нехватка антиоксидантов, то есть какие-то диеты без фруктов, я не знаю, без овощей. Ну, голодание, например, какое-то. Или наоборот, когда человек просто ест много булок или все варено, и при этом не ест именно свежих продуктов каких-то. Ну, или просто ест много булок. Вот, и там, в полуфабрикатах, в которых точно никаких антиоксидантов уже не осталось. Тоже будет вызывать оксидативный стресс, потому что в воздухе есть кислород. В процессе жизнедеятельности клетки вырабатывают все равно свободные радикалы. Это нормально. Все время должно быть равновесие. Если свободных радикалов много, то мы получаем оксидативный стресс, оксидативное повреждение и пигментацию. То есть нужно следить за тем, чтобы уровень антиоксидантов был в норме. Потому что, в принципе, когда перебарщиваешь с антиоксидантами, тоже плохо, потому что организм, ну, в данном случае кожа, перестает бороться с инфекциями, например, и с какими-то тоже другими вещами. Апоптос не происходит. Ну, много чего. То есть это уже апоптос, это уже защита от онкологии, от мутаций. То есть нужно и то, и то, но в правильном количестве. Не должно быть стахановцев и не должно быть ленивых. Все должны работать идеально. Вот. На что еще реагирует меланоцид? Конечно же, на гормоны, на различные средства, на фотосенсибилизаторы, которые просто усиливают воздействие солнца на клетки. То есть они, фотосенсибилизаторы, что делают? Они усиливают воспаление или оксидативный стресс в керотиноцитах. Они не напрямую действуют на меланоциты, они не напрямую их стимулируют. Они именно вызывают неприятные ощущения в керотиноцитах, а те жалуются меланоцитом, и те начинают работать как стахановцы. Вот. Это понятно? Так, а теперь смотрим волшебный слайд, который еще больше вас всех запутает и покажет, что меланоцид – штука сложная, да, и пигментация, соответственно, штука сложная, и на нее влияет очень много разных факторов. То есть, во-первых, это еще и нейроэндокринная клетка. То есть она, возможно, и на стресс обычный может среагировать, да, как, в принципе, на стресс реагируют надпочечники, надпочечники вырабатывают больше кортизола. При большом количестве глюкокортикостероидов пигментация может образовываться. Это, в принципе, все врачи знают. И когда человек принимает глюкокортикостероиды, ему нельзя загорать, и нужно пользоваться солнцезащитными средствами. Если мы наружно их мажем из-за какой-то аллергией или еще чего-то, то тоже только на ночь тогда, если это лето, и обязательно солнцезащитные средства. Опять же, эндокринная опухоль, да, фу, господи, опухоль, клетка, да, то есть она реагирует на эндокринную систему. Минодпочечники, они, да, эндокринные, щитовидная железа, конечно же, половые гормоны очень сильно влияют на пигментацию, на сам меланоцид. А не только какое-то там воспаление. Итак, из чего меланин образуется? Тоже не из чего-то одного. То есть было бы очень легко, если бы этот пигмент образовывался только из тирозина, потому что тот же витамин С, всем известный, он слегка ингибирует образование из тирозина, он ингибирует тирозиназу, который из тирозина делает меланин. Да, намазался витамином С, наелся витамином С, и как бы все хорошо. Но есть проблемка, потому что меланоцид делает свой пигмент еще из других тоже веществ, в том числе дофамина. И получается, что все блокировать невозможно, потому что мы тогда просто болеть начнем. Да, то есть нужно в первую очередь быть здоровым, во вторую очередь стараться не провоцировать воспаление и оксидативный стресс в клетках, в коже. Итак, резюмируем. Что способствует пигментации? В первую очередь сам наш организм, да, он не всегда бывает здоровым, иногда он бывает беременным, то есть это различные гормоны, половые, надпочечники, щитовидные железы, в принципе, гормоны гипофиза, гипоталамуса, которые тоже будут регулировать и щитовидку, и надпочечники, и половые гормоны, да, эндокринная система, она связана, там все связано друг с другом, и если поломка где-то в одном месте, то скорее всего будет поломка и в остальных местах, соответственно, кожа тоже может среагировать. Не всегда, далеко не всегда люди, у которых есть проблемы с гормонами, все в пигментации, то есть, но, если мы видим пигментацию, особенно хлоазму, да, в типичных местах, то нужно пойти и проверить, а все ли хорошо с гормонами, потому что скорее всего не все. Поражение печени и почек, да, то есть, вот эти вот старческие пятна, пятна беременных, да, это такие вот народные названия, скажем так, печеночные пятна еще называют, все знают, что синяки под глазами коричневые, это что-то не то с почками и так далее, то есть, нужно тоже смотреть, точно ли все в порядке с печенью и почками, не только потому, что при, например, гепатите будут какие-то пятна, да, а потому что печень и почки это детоксикационная система, которая производит детоксикацию всего, что мы, во-первых, съели, всего, что мы выпили, а также всех наших гормонов в том числе, и если гормоны неправильно метаболизируются, а гуляют по кругу, потому что гормон должен сработать и уйти, да, разрушиться и выйти. Если он недоразрушился, иногда он недоразрушается до более активного своего метаболита, то есть, он становится еще более активным и кружится по кровеносной системе, потому что печень его никак не может переработать, она выкидывает его с желчью в кишечник, в кишечнике он прекрасно всасывается, потому что он жирорастворимый, и опять по кругу вертится, то мы получаем и пигментацию в том числе. но нужно понимать, что если что-то не так с печенью, с почкой, то если мы их вылечим, то все будет в том числе нормально, потому что мы смотрим, половые гормоны нормальные, а метаболиты же никто не смотрит, а печень при этом йог, и пигментация везде, да, и там мастопатия заодно, или еще что-нибудь. То есть, нужно смотреть на организм целиком, а не только на какой-то кусочек кожи, который потемнел, включить воображение и поискать, что не так, что сломалось. Пятна, возникающие во время беременности, это тоже идет из-за большого количества гормонов, в том числе из-за большой нагрузки на печень, потому что организмов становится два, там, женщина на 10-20 килограмм становится больше, ест она тоже больше, гормонов больше, плод тоже выделяет, он не только кушает, но как бы все клетки тоже выделяют продукты метаболизма, все это летит в печень, печень неплохо, поэтому, да, печеные, пятна беременных, тоже, они обычно проходят после беременности, через какое-то время, часто после окончания ГВ, иногда раньше, когда нормализуются гормоны, когда нормализуется состояние печени, при этом, ну, то есть, тут нужно тоже смотреть. Различные воспалительные заболевания кожи, как я уже сказала, акне, мы все посмотрели, да, на экскерирующие акне, а также на акне, которое было без экскериации, но будет с рубцами, то есть, до образования рубцов мы тоже будем видеть эту, эту поствоспалительную пигментацию. То же самое будет после каких-то ожогов, они дают пигментацию, всегда порезы на руках, мы все, все помним, что там тоже потом вокруг царапинки образуется пигментация. Вот, это нормальная реакция кожи, но неприятная реакция кожи. В целом, поствоспалительная пигментация лечится проще всего, достаточно витамином С даже там пройтись или сделать мезотерапию один раз и все это проходит. Просто меланоциты в данном случае так разово простимулировались и выдали большое количество своих гранул. То есть, мы их успокаиваем любыми там простыми отбеливающими средствами или же ну, в принципе, да, тот же витамин в целом тоже отбеливающий и противовоспалительными, но не гормональными, конечно же, средствами. Там тоже алоэ вера даст тоже положительный эффект, хороший. Вот, просто еще надо подождать, пока кожа обновится. То есть, эту пигментацию нельзя пытаться убрать за 3 дня. Она все равно будет месяц уходить. Кожа должна обновиться. Кожа обновляется минимум месяц, вообще 2. Месяц это у детей. Или если мы пилинг сделали. А так, конечно, дольше. У пожилых это и 3 месяца, и 4 месяца кожа может обновляться. Гиповитаминозы. Особенно здесь отмечу гиповитаминоз по витамину С и по витамину Е. Ого, витамин Д забыла позже, как я могла забыть. Витамин Д, а витаминоз по витамину Д есть у всех, у кого россыпь кератом. То есть, если у человека ранее появляются пятна и кератомы, то, скорее всего, у него действительно настоящая нехватка витамина Д и желательно витамин Д пить. В принципе, в нашей северной полосе, то есть, по всей России, наверное, кроме Казахстана, который уже Россией не является, витамин Д пить надо и в гораздо больших количествах, чем рекомендует Всемирная организация здравоохранения, то есть, раза в два хотя бы больше, то есть, это 10 тысяч единиц. Гипервитаминоза по витамину Д я не видела никогда, а вот гиповитаминоз абсолютно у всех, кто когда-либо сдавал анализ. Так. Я зависла или пока не зависла? У меня пишет нестабильное подключение к интернету, а нет, все, подключилась. Хорошо, а то я уже испугалась. Итак, препараты различные, то есть, то, что нам доктор прописал или то, что мы пьем сами. Это оральные контрацептивы, заместительная гормональная терапия, именно эстрогены вызывают пигментацию. Они, кстати, влияют в том числе на печень, их метаболиты в том числе плавают долго и могут быть слишком активными. поэтому если у женщины на фоне заместительной гормональной терапии появляется пигментация, то только ее делаю решать, что с этим делать. Но пока она не отменит коки, мы ничего сделать не сможем, мы можем слегка уменьшать, но это будет борьба постоянная, постоянная и сильная борьба с пигментацией, пока женщины находятся на оральных контрацептивах. Ну и тут, конечно, доктору надо решать, можно их отменять или нельзя их отменять, по какой причине она их пьет и так далее. То есть, это такой же философский вопрос. Глюкокортикостероиды, обычно их просто так люди не принимают, то есть, обычно это сопровождается тяжелыми какими-то заболеваниями. Но нужно хотя бы понимать, что да, пигментация произошла изоглюкокортикостероидов, так давайте сделаем все, чтобы она не усиливалась. То есть, обязательно защита от солнца, обязательно не загорать там и так далее. Ну, то есть, не стимулировать другими способами. Самый простой способ это солнце. Антибиотики. Многие забывают, к сожалению, что очень многие антибиотики фотосенсибилизаторы. И когда мы их принимаем внутрь, а принимаем мы их последние все время, последние десятилетия достаточно часто, по любому поводу, то, соответственно, нужно тоже понимать, что на море ехать, принимая антибиотики, не надо. То есть, либо мы ждем, когда курс закончится, и они полностью выйдут из нас, и все их метаболиты, да, либо мы тогда едем на море, но не загораем, купаемся вечером или рано-рано утром, чтобы не получить гиперпигментацию. Тем более, нужно понимать, что гиперпигментация в эти пятна могут быть на любом участке кожи, то есть, не только на лице. Единственное, что лицо мы всегда показываем людям, а другие участки кожи не всегда. Ретиноиды, конечно же, там сложный механизм. Ретиноиды, в том числе, ну, в данном случае, я имею в виду, при приеме внутрь, тоже, если принимаем ретиноиды, в основном, это по причине акне, хотя есть и другие дерматологические заболевания, при которых пьют ретиноиды, то тоже забываем про море, либо надо делать перерыв на лето, то есть, начинать их пить осенью, чтобы к лету уже стать здоровой, красивой и без фотосенсибилизации. Да, и зимой не ехать в Таиланд. Если ехать, то опять же сидеть дома и выходить ночью. при этом, самое смешное, что ретиноидами лучше всего бороться с пигментацией в том числе. И вот это очень сложно в голове уложить. Как так? Но так действительно и есть. Правда, не при приеме внутрь, а при наружном поменении. Итак, что еще вызывает пигментацию? То есть, мы посмотрели, что мы в целом не можем изменить. Ну, то есть, мы сами так заболели или такая особенность у нас или забеременели или не доели. То, что мы принимаем внутрь, теперь то, что мы наносим наружно. Все отшелушивающие средства, соответственно, пилинги, энзимные пилинги, скрабики, шлифовки, пожалуйста, то есть, да, это не совсем наружное средство, но это то, что снимает верхний слой кожи, да, как только мы убираем верхний слой эпидермиса, истончаем, да, эпидермис, до меланоцитов проще добраться к солнцу, и меланоцит чувствует, там оксидативный стресс еще повышается у клеток, которые были под этими полумертвыми роговыми чешуйками, когда мы убираем все роговые чешуйки, клетки, которые живые, они такие, о, дышать-то как стало хорошо, сколько кислорода, боже-боже, а не стоит ли тут защититься от этого всего, вот, и они посылают сигналы меланоциты, и мы таким образом, к сожалению, стимулируем мелано-генез. Это не всегда происходит, но если мы еще и солнышком простимулируем, то всегда. Или если мы при этом используем оральные контрацептивы, или если у нас там что-то не так с печенью, то есть при сочетании каких-то нескольких факторов мы получаем пигментацию, хотя просто сделали дома обычный домашний пилинг там 10%, а потом вышли просто прошлись две остановки пешком или там в выходные пошли в лес погулять, вроде бы и солнца особо не было, солнцезащитное не нанесли и все. Лакталан, ну, как я говорю, лакталан, да, это энзимная маска, да, энзимный пилинг, соответственно, у меня есть пациентка, которая на лакталане тоже получила пигментацию. Как я сказала, должно быть сочетание факторов, она его взяла, по-моему, на море куда-то. То есть море и энзимные пилинги не сочетаемы, море и скрабики лучше не сочетать. Пусть вы зарастете эпидермисом, потом приедете и отскрабитесь. Те, кто живет на море, тем сложнее. Но они обычно вообще не загорают, они бледные все, по ним видно всегда. Люди, живущие на море, по ним всегда видно, они самые бледные. Они на море вообще не ходят. Некогда. Так, кислоты энзимы, ретиноиды при наружном применении, они тоже ускоряют дискламацию эпидермиса, соответственно, эпидермис истончается, мы можем получить пигментацию. И большие концентрации витамина С, то есть тоже в голове сложно, вроде бы мы витамином С лечим пигментацию, при этом большие концентрации работают как кислоты, именно как пилинг, и даже шелушение на них появляется через неделю, через две, через три, у кого как, то есть мы просто тоже истончаем роговой слой эпидермиса. Понятно, что зимой плевать вообще какой слой эпидермиса, потому что солнца нет, во всяком случае в Москве, а летом есть разница, поэтому дозы должны быть адекватными, небольшими и очень щадящими, особенно если у человека уже что-то было или он например на коках или на антибиотиках или там еще на чем-нибудь или пьет, соответственно, печень может работать плохо. Антибиотики. Наружно мы тоже можем использовать антибиотики, например, при розации, но обычно пациентам с розацией говорят, дорогие, солнце для вас губительное, используйте солнцезащитные средства, а потом уже метриндозол, но кто-то может забыть. Так вот, антибиотики наружно, тем более это может быть не только из-за розации, может, мало ли, какое-то импетига, там по какой-то причине началось или еще что-то, мы используем антибиотики. Кстати, импетига часто, импетига это бактериальное воспаление кожи, оно может быть с любым человеком, просто из-за инфекции, ну, господи, достаточно поцеловаться с кем-нибудь или ребенок тебя рукой потрогал, а ты, например, после пилинга, после шлифовки, после биоревитализации, после мезотерапии, после эпиляции, например, там, сахаром или воском, неважно, то есть, когда мы уже повредили немножечко кожу и снаружи, или мы легли на грязные какие-то простыни, там, подушку на грязную, то, если в коже ослаблен иммунитет, может быть, соответственно, воспаление именно бактериальное, стафилококк, стрептококк, они сами на коже живут, вот, соответственно, лечатся это все антибиотиками, это нормально, но при этом лучше не загорать, то есть, если вы при этом пошли и позагорали, а потом у вас появилась пигментация, ну, или пришел пациент к вам и такой говорит, а у меня пигментация, а что было до этого, а до этого было импетига и антибиотики, то сразу понятно, что это пост, как бы, что это фотосенсибилизация, но так как антибиотики уже закончились, просто пигментация осталась, потому что она будет долго, соответственно, обшелушиваться вся эта кожа, там месяц-два, можно сделать пилинг еще раз и ускорить осветление кожи, и так как эта пигментация, она не навсегда, она временная, то в принципе одного, какого-нибудь пилинга будет достаточно, вот, то есть тут нужно еще смотреть, от чего пигментация произошла, так, с антибиотиками разобрались, то есть тоже солнцезащитные средства и стараемся не загорать, глюкокортикостероид тоже наружно используется при различных, ну, чаще аллергических заболеваниях или контактный дерматит, тоже нельзя загорать, потому что глюкокортикостероиды очень сильно, очень сильные фотосенсибилизаторы, а вот теперь интересно, эфирные масла, особенно бергамот цитрусовые, но и другие тоже, они есть даже так называемый брелковый, брелковая пигментация, почему брелковый я так и не поняла, но это вот когда сюда же духи у нас входят, потому что там тоже используется много эфирных масел и разные химозы в том числе, когда мы брызгаемся духами и идем загорать, то вот эти брызгами прямо пигментация появляется, то есть это ни с чем не спутаешь, то же самое с эфирными маслами, когда мы нанесли какой-то эко-био натуральный крем, веганский обязательно, жирненький, на лицо и пошли загорать, на нем еще может быть написано для загара или масло для загара с бергамотом или с апельсинкой или еще чего-нибудь может быть пигментация, при этом смотрите, на лицо хорошо, мы допустим не используем такую косметику, но на тело мы используем всегда вкусненькую косметику, часто с большим количеством эфирных масел, чтобы пахло и даже гели для душа, это может быть вообще все, что угодно, то есть духи, гели для душа, кремики, не обязательно лицо, на тело, это может быть даже крем для рук, а потом вы смотрите, а у вас руки как-то пятнами пошли, пигментными, то есть расследование должно быть, интриги расследования. Так, Светлана спрашивает, если пигментация уже три года на обу, на скулах и подбородок, это хлоазма, это нужно смотреть гормоны, это классическая хлоазма, вот, забыть про солнце навсегда, смотреть, что с гормонами, солнцезащитная солнцезащитная крема навсегда, и, да, все время борьба с ней, потому что это ваш организм ее выдает. Вот, не всегда проходит после беременности, например, пигментация, если с гормонами что-то не так. Обычно проходит, но не всегда, не у всех. Как я говорю, это сочетание всегда многих факторов. массаж лица конечно можно при пигментации делать любой. Так, соответственно, вы поняли, что очень много из-за чего может быть пигментация. И иногда это можно сразу сказать по виду человека, «Боже, да ты беременна, это у тебя пятна беременна». Да, а иногда непонятно почему. Или там солнечная лентика, да, на плечах вот здесь, все сразу понятно. Или на груде она точно так же бывает. Или старческая, да, ну, 50 лет, что вы хотите, да, вы в пятнышку. не надо было загорать 20 лет назад. Но, как бы, машину времени еще никто не изобрел, поэтому хаять человека за то, что он загорал, не знал об этом нельзя, да, нужно как-то же помогать. Соответственно, что мы можем сделать? В целом очень много способов есть помощи при пигментации. не все они заканчиваются хорошо, да, как те же пилинги, да, то есть в каких-то ситуациях пилинги это очень хорошо, а в каких-то они могут привести к пигментации. И вот где та грань, да, чтобы понять, когда можно, а когда вредно. Тот же витамин С в больших концентрациях он может отлично отбелить кожу, а может при этом вызвать пигментацию. Тот же ретинол, он используется для лечения пигментации, а может и вызвать пигментацию, да, то есть все очень неоднозначно с пигментацией. Поэтому вот я в гильтеке работаю с 2011 года, да, я примерно, ну, тогда же начала косметологией заниматься. Это первый мой вебинар про пигментацию, потому что это сложная тема, это действительно сложная тема, потому что кажется не специалисту, что вот она пигментация, она у всех типа одинаковая, значит лечить ее можно одинаково, да, вот они способы лечения, давайте их всех по очереди или одновременно все вбухаем, но на самом деле к сожалению нет. Она очень разная, причины очень разные, иногда это даже невус, иногда это кератома, то есть это доброкачественная опухоль вообще-то, а кажется, что это пятнышко, а выглядит все очень похоже, вот. Так, вопрос интересный, поможет ли карбокситерапия, ну, карбокситерапия это больше улучшение кровообращения на самом деле, то есть честно не знаю, за счет улучшения кровообращения можно простимулировать более быстро обновление клеток эпидермиса, но именно здоровое, то есть не за счет его сдирания, да, а за счет просто такого омоложения, скажем так, потому что у молодых обновляется эпидермис быстрее, и он более здоровым кажется, более таким молодым, И так далее. У более пожилых эпидермис начинает тормозить в плане обновления. И клетки делятся медленнее, и толще он может становиться. Соответственно, если мы будем делать что-то омолаживающее, то, конечно, эпидермис будет здоровее. И можно надеяться, что как минимум новая пигментация не будет образовываться. Насчет того, уйдет ли прям старая, ну, при каких-то длительных курсах уменьшится может. Если же это кератомы, конечно, они не уйдут, их нужно только удалять. Вот. Так. 31 год. Пигментация после солнца стала ярче-четче, потому что лето. Она могла появиться прошлым летом, допустим, ну, или каким-то летом. Зимой она становится бледнее, многим кажется, что она полностью проходит. Но как только опять начинается солнце, то она опять возникает. И, соответственно, кажется, что она вновь возникшая. На самом деле она возникла еще тогда. То есть, меланоциты, они уже стахановцы, но у них был отпуск на зиму. А потом они вернулись на работу. И работают они все так же очень хорошо. Слишком хорошо, да. Да. То есть, нужно, конечно, лечить. Лоб, веки. Возможно, это было и от солнца, потому что веки над глазами, то есть, да, вот здесь эти места, которые обгорают, они у нас подвержены солнечному, если очки не носить, да, солнце когда светит, то вот эти места, они подвержены солнцу. То есть, возможно, это пигментация из-за солнца, но она, ну, она, в общем-то, и усилилась от солнца, да. То есть, что нужно делать? Защищаться от солнца, перестать запарать, носить очки, использовать сильный солнцезащитный крем, то есть, не меньше 50, носить шляпы и использовать средства с антиоксидантами, с витамином С, с каким-то, ну, вот тут у меня написано, да, подавляющие пигментацию. То есть, стахановцы уже есть, нужно их как-то успокоить, урезать им рабочий день. Так. Итак, в первую очередь, что делать? Это не провоцировать именно, потому что любые способы лечения, да, важна именно профилактика. В первую очередь, профилактика. Лечение, оно вторично. Иногда просто убрав, не знаю, антибиотик или эфирные масла с лица, мы получаем отсутствие пигментации, ура! Да, мы просто ее перестали провоцировать, да, или перестав делать пилинги, там, или перестав ковырять несуществующие акне, мы просто перестали травмировать кожу, соответственно, пигментация, там, за несколько месяцев уйдет в том числе. Да, какие-то шрамики останутся, рубчики, но пигмент уйдет, вот, если это, конечно, он уже не закрепился на совсем. То есть, в первую очередь, не провоцировать, да, и использовать, пока пигментация есть, всегда использовать солнцезащитные средства и забыть о загаре. Вы можете загорать хоть с мешком на голове, бумажным, с дырочками для глаз, то есть, если вам очень нравится загорелое тело, забудьте про загар лица. Есть различные автозагары, там, макияж, как угодно можно сделать, если вы очень хотите быть загорелой блондинкой, да, или загорелой брюнеткой, неважно. Есть много способов, как сымитировать загар. Сейчас, кстати, автозагары, они стали очень качественные, они уже не похожи на то, что человек объелся морковкой, то есть, они не оранжевые, они действительно натурального цвета загара, их очень много, на разный вкус, цвет, главное смотреть отзывы и пробовать. Да, потому что все надо пробовать, опять же, тоже тон кожи разный у всех, автозагары тоже могут быть разными. Если это для вас очень нужно. Да, я вот люблю быть бледной, мне прямо по кайфу. Но я загорать никогда не любила. Так, лечить гормональные дисбалансы, то есть, если у вас появилась пигментация, да, ну, на солнце, зимой, я вас уверяю, зимой крайне, ну, если это не в Таиланде, зимой крайне редко появляется пигментация впервые, да, это практически невозможно. Без солнца, ну, просто зима, это в Москве для меня зима, да, это что-то такое, темное время года, без солнца. А есть города, где солнце полное зимой, там отлично, там, конечно, может быть пигментация, то есть, вроде бы зима, время пилингов, да, но если солнце каждый день, и вы не используете солнцезащитный крем, то не удивляйтесь. Но обязательно нужно проверить своё здоровье, то есть, гормональный фон, печень, почки, что там с щитовидкой, что с надпочечниками, что с половыми гормонами, а может быть, вы просто на коках уже 20 лет, да, и тут внезапно ещё и старость подобралась, вот, ещё и солнце. Пигмент, который в коже, кстати, он же и в волосах, он же и в глазах, он же и в бровях, да, это, он образуется в том числе с медью, да, когда нехватка меди, волосы быстрее, например, сидеют, когда нехватка железа, волосы быстрее сидеют. Я не говорю вам перестать есть срочно железо и медь, чтобы убрать пигментацию, нет, конечно, но проверить, провериться на микроэлементы нужно, а вдруг их перебор, вдруг вы так лечите анемию, которой, допустим, нет, или которой вам кажется, что есть, или просто пьёте поливитамины с железом, а у вас и так перебор железа. Не у всех анемия, далеко не у всех, может быть то же самое быть с медью, то есть если есть пигментация, нужно проверить железо и медь обязательно. Заодно витамин С, витамин А, витамин Д и витамин Е. На всё это можно сдать анализы и посмотреть, вдруг чего-то не хватает или вдруг чего-то перебор. Я когда сдавала, у меня внезапно перебор ретинолов был, при этом я чувствую себя отлично, всё у меня хорошо, я просто люблю морковь, я люблю тыкву. Я не скажу, что я их ем каждый день, но когда я ещё ходила в рестораны, да, когда они были открыты, то тыквенный суп я очень любила, морковный фреш я очень любила всегда и люблю. Опять же, всасывание в кишечнике. А есть люди, вот у меня была пациентка, которую я посадила на ретиноиды, и мы через месяц дали анализ, а у неё ретиноиды всё равно на нижней границе торма, несмотря на то, что она из третинаини была, он у неё не всасывается, не усваивается просто. Вот. Все люди разные, поэтому никто не знает, что в нас хорошо всасывается, а что в нас всасывается плохо. Не бывает диет для всех, бывают индивидуальные особенности организма, которые мы можем как-то восполнять, как-то не давать чему-то плохому вырваться, вырваться на наше лицо. Так. Не отшелушивать кожу в солнечное время года. То есть я не пишу делать пилинги, делать энзимные пилинги, любое отшелушивание кожи, даже просто скрабики. Да, то есть если мы едем на море, мы знаем, что мы там будем загорать, нет у нас никакой пигментации, хотя вряд ли бы вы тогда пришли на вебинар. Вот. Просто не надо её провоцировать вот этим вот истончением эпидермиса именно когда есть солнце. Или вы знаете, что вы там весной-осенью поедете в велосипедный поход, или зимой поедете на лыжах кататься, там солнце очень сильно. Не надо перед этим делать курс пилингов, не надо перед этим как-то специально отшелушивать кожу лица. Да, будьте аккуратны. Наоборот, поберегите, нарастите себе кожу побольше, вот, запаситесь солнцезащитными средствами. Опять же, не использовать фотосенсибилизирующие средства. Их много, да, это и ретинол, и антибиотики, и, ну, много чего. Противогрибковые, кстати, тоже препараты вызывают фотосенсибилизацию эфирные масла. Не надо их сочетать с активным пребыванием на солнце. Понятно, что иногда это лечение, иногда это ваша личная блажь, значит, защищаемся активно от солнца, носим шляпы, кепки, ходим с зонтиком, вот. И все будет тогда гораздо лучше. Не сидим у окна. То есть, стараемся закрывать шторы. Если у вас уже есть пигментация, помните, окна пропускают ультрафиолет типа А. Он вызывает загар в том числе, и он будет усиливать вашу пигментацию. Не надо думать, что окна вас защищают. То же самое, окна в автомобилях, никого они не защищают, вы точно так же загораете. Если вы ездите даже в такси, думаете, а что я вышла, села, потом вышла, зашла, да. То есть, ну, вообще, типа, на солнце-то меня нет, а на самом деле час едете в машине, и солнце на вас светит. А потом удивляетесь, почему лицо обгорело. Ну, за час, может, не обгорит, но пигментация появится. Вот, обязательно солнцезащитные средства, если есть пигментация, всегда. Даже если на вас лампочки светят просто. Что подавляет, что подавляет, что подавляет, через меланоциты, да, стахановцев наших. Витамин С очень хорошо подавляет. Он обратно ингибирует тирозиназу. Ну, я не буду вдаваться в подробности, кто что там ингибирует, кто что там делает, да, потому что у некоторых веществ есть несколько пунктов, по которым они работают, да, потому что витамин С – это еще и антиоксидант. Он будет уменьшать оксидативный стресс кератиноцитов и корниоцитов. И они будут меньше посылать сигналов в меланоцит, что типа «Ай-Ай, нам плохо». То есть вот если зацикливаться на каком-то одном пути, да, то мы тогда теряем, мы забываем про другие пути, что даже просто воспаление, что даже просто много свободных радикалов будут тоже стимулировать пигментацию. Не только фотосенсибилизация, не только гормоны, да, не только коки, потому что, в принципе, оральные контрацептивы пьет, мне кажется, больше, чем половина женщин. Вот. Но при этом с пигментацией ходит меньше. Единственное, что я хочу сказать, что вот с 2000-го, наверное, года или с какого-то, ну вот последние десятилетия, когда появились пилинги, поверьте, пигментации стало на порядок или на два порядка больше. Раньше не было таких проблем с пигментацией. Раньше пигментация была у беременных, у пожилых и у тех, у кого какие-то гормональные совсем дисбалансы. Не было ни коков, не было ни пилингов. Соответственно, не стимулировали вот это все. Так, ниоцинамид, витамин ПП. Тоже доказано, что он очень нежно и очень как-то издалека тоже нормализует выработку пигмента. То есть он не подавляет прям, да, до бледного состояния вампира. Потому что витамин С он все-таки прям подавляет иногда. Да, если брать, есть ситуации, случаи, мне рассказывали, я сама такого, к счастью, никому не сделала. Когда кололи, как мезотерапию по усам, как раз пигмент был на усах, после загара именно обгорели они, видимо. Плюс здесь место такое эндокринно-зависимое, как раз астроген-зависимое. Поэтому и усы-то растут при гормональных каких-то всплесках. Например, при стимуляции яичников для ЭКО, там, или еще для чего-то, тоже начинают оволосения усиливаться, в том числе на усах. Короче, так, мысль. Витамин С в большой концентрации был вколот внутрикожно, и депигментация появилась навсегда. Да, то есть убились меломоциты, вообще убились. Вот, и стало просто светлое пятно. Было темное пятно, стало светлое пятно, я не знаю, что лучше. Но светлое, наверное, подкрашивать проще. Поэтому витамина С в таких концентрациях нужно именно вколоть. И еще, наверное, тоже какую-то предрасположенность иметь. Потому что, во-первых, это очень больно, он кислый. Ну, просто знайте, что витамин С, он сильнее, чем неоцинамид. Неоцинамид, он именно как-то вот нежно так это все делает. Но это не значит, что их нельзя сочетать. Все можно сочетать. Витамин Е тоже нормализует состояние кожи. У него, у самого у него нет никаких отбеливающих свойств. Но, тем не менее, при недостатке витамина Е появляется пигментация. Это о чем-то договорит. Да? То есть это нормализация состояния кожи. Витамин Е обладает тоже омолаживающими свойствами, так же, как и неоцинамид. Бетакаротин. Вот здесь очень интересно. Потому что бетакаротин – это как бы провитамин А. Да? Все это помнят. Он находится в морковке, в перце, во всем красном и оранжевом. Вообще каротиноиды, они являются очень хорошими антиоксидантами, что помогает, да, при пигментации. Это мы помним. Потому что уменьшает воспаление. Плюс бетакаротин доказано, что он улучшает защиту кожи от солнца. То есть не делает прям сам загар, но он как-то делает этот загар и более мягкий. каким-то красивым. А загар – это защита от солнца, да, и защита от… Это как бы пигментация, в принципе, но правильная, хорошая пигментация. То есть бетакаротин, я не скажу, что он стимулирует меланоциты, но он помогает клеткам защищаться от воспаления и от оксидативного стресса, который вызывает солнце. Поэтому его даже применяют не столько даже наружно, а вообще-то внутрь. Поэтому кушайте, пожалуйста, все красное и оранжевое, будет вам счастье. В том числе, особенно перед летом, ну, то есть начиная, в принципе, с марта. Особенно если есть пигментация. Он не усиливает пигментацию. Он именно… Просто нужно понимать, да, что наш организм – это саморегулирующаяся система. Да, в ней бывают сбои. Но она все равно сама и защищается от чего-то, и что-то там продуцирует, и что-то делает. Да, клетки все общаются друг с другом, хотя нам, может, это и не кажется, потому что мы этого не знали. Различные вещества тоже влияют не в какой-то одной точке, а сразу везде. Нам много-много разных звеньев. И поэтому не надо думать, что вот я нанесла солнцезащитный крем, и это единственная защита от солнца, которая вообще у меня есть. Нет, в коже тоже полно разной защиты. И вот бета-каротин ее усиливает. Потому что если мы берем медузку, например, медузу, да, и просто на солнце ее подержим, она умрет. Ну, она, правда, умрет без воды, но не важно. Еще кого-нибудь возьмем, давайте. Не знаю, кого. Вирус. На солнце умирают вирусы, если долго получать солнцем, потому что ультрафиолет, они разрушаются. Бактерии тоже. На этом основано кварцевание кабинетов, да, обеззараживание. Именно на кислороде, на озоне. На активных формах кислорода. Соответственно, но мы-то не умираем, да, наша кожа защищается. У нее есть много разных для этого свойств. Тот же пантенол, кстати, тоже улучшает защитные свойства кожи от солнца, например. Хотя мы все знаем, что он только ранозаживляющий. И типа больше ничего мы про него не знаем. На самом деле нет. Итак, есть еще отбеливающие кислоты. Но мы помним, что кислоты – это такая палка о двух концах. Она с одной стороны работает, а с другой стороны работает в другую сторону. Из тенча эпидермис. Но в небольших количествах или изредка, да, можно ими пользоваться. Даже летом. Это фитиновая, коевая, азелаиновая кислоты. Например, если мы возьмем пилинги, да, все говорят, «О, лимонная кислота отбеливает, там, или молочная кислота отбеливает». Ничего они не отбеливают. Они просто отшелушивают, вам кажется. Они вообще ничего не отбеливают. Отбеливают фитиновая, коевая и азелаиновая. Причем они еще и не фотосенсибилизаторы при этом. Арбутин тоже отбеливает. Он тоже часто встречается в косметике. Есть и всякая шелковица, солодка, петрушка. Экстракты, которые тоже могут слегка отбеливать. Они, кстати, обладают заодно противовоспалительными свойствами. И практически все экстракты являются антиоксидантами. Алоэ тоже. Там алоэзин есть, например, который обладает отбеливающими свойствами. Но тоже нужно понимать, что это очень слабенькие отбеливающие свойства. Но, тем не менее, почему нет? Они, во всяком случае, не вредные. И они не фотосенсибилизаторы. То есть летом идеально использовать. Пептиды. Так как пептиды каждый день новые появляются, потому что химия не стоит на месте, отбеливающие пептиды тоже есть. То есть, в принципе, в каких-то средствах можно найти отбеливающие пептиды. Мы сейчас в Бельтеке тоже разрабатываем отбеливающий крем, соответственно, без ретинола, чтобы им могли пользоваться беременные, чтобы им можно было пользоваться летом. И там тоже пептиды отбеливающие были. Так, теперь вопрос. Читаю. Так, про средства Бельтек это следующие слайды. Так, пигментация такная. Резюме такое хорошее, Екатерина. По сути, кроме того, чтобы не трогать кожу, не ковырять, ухаживать, увлажнять, использовать социозащитный крем, ничего не поможет избавиться от посттравматической пигментации. Верно? Нет. Я же сказала, можно ускорить отшелушивание кожи, то есть сделать пилинг. Опять же, все вот эти вот отбеливающие средства, они тоже помогут. Просто посттравматическая пигментация, это самая простая как раз пигментация, вам не придется с ней бороться следующие 40 или 50 лет вашей жизни. Да? А можно, в принципе, все это сделать там за несколько месяцев. Даже тупо шлифовка поможет. Но, правда, шлифовка – это нехороший вариант при экскриирующем акне, потому что кожа там уставшая, она просто не будет регенерировать. Вам нужно восстановить регенерацию кожи, да, правильно, хорошо увлажнять. Короче, использовать гель-интенсив регенерация, гель-тек. Солнцезащитный крем обязательно. Энзимы как раз, чтобы быстрее отшелушивать. Можно использовать ретиноиды. Ну, вот сейчас лето, не знаю, тут зависит от того, как часто вы гуляете. Заодно ретиноиды помогут с наружной, помогут с акне, если оно там все-таки есть и так далее. Да? То есть это все тоже лечится. И как раз очень легко и быстро. Это самый простой вариант. А потом уже, да, если остались рубцы, то осенью сделать шлифовку. Потом осенью и зимой. Но тоже после этого использовать обязательно солнцезащитные средства и средства, как бы подавляющиеся наших стахановцев, меланцитов. Так. А теперь мы переходим к конкретным средствам, которые есть у Гильтек. Плюс еще два средства я не написала, и вы сможете их угадать. Если вы хорошо знакомы с Гильтеком, конечно. Потому что понятно, что объять необъятное сложно, и абсолютно все знать тоже нельзя, да еще и с составами, да. Вот. И так. Именно, смотрите, именно отбеливающего средства, на котором написано отбеливающее средство, Гильтеки нет. Пока что. Потому что мы его еще разрабатываем. Мы его еще проверяем на людях. Потому что на животных мы не проверяем. Сразу на людях. Но есть средства, которые помогают восстановить нормальную работу кожи. помогают восстановить какие-то недостаточности по антиоксидантам, по витаминам, и так далее, да. Плюс содержат, да, в том числе средства, которые и отбеливают. Немножечко. Там тот же витамин С. Самое простое, это гель тонизирующий. Как раз для лета идеальный гель. Потому что здесь вот есть витамины А, С, Е, которые как раз нужны при пигментации, которых обычно не хватает. Витамина А здесь немножко, то есть это не то, что прям ретинол 0,2-0,5%. Нет, конечно. Его чуть-чуть. Он ретинолопалиметат, то есть это не, именно не ретинол, это ретинолопалиметат. Не суперактивный. При этом он будет работать как надо. Плюс здесь есть соли. Соли это микроэлементы. То есть будет нормализоваться и микроэлементный состав кожи. Потому что про витаминки мы помним, про микроэлементы мы забываем. Плюс, конечно, увлажнение за счет гиалуронки. То есть такой отличный летний гель. Утром и вечером можно его использовать. При этом витамина С там тоже не 10%, чтобы отшелушить кожу. Такого тоже нет. Там всего по чуть-чуть. Там всего по чуть-чуть именно для лета отлично. Потому что мы помним, что нам не надо прям блокировать. Блокировать не всегда получается. Это уже жесткие средства. Они обычные, кислые и с возможностью аллергических реакций. Просто чем выше доза средства, тем больше вероятность раздражения, каких-то побочек и так далее. Да? А если мы воздействуем мягко, да, мы потихонечку будем воздействовать, проще у косметолога сделать что-то жесткое. А дома жесткое лучше не надо делать, потому что потом все равно придется к косметологу идти и лечиться. То есть вот это вот мягко-мягко, и мы получим результат потихоньку. Мы хотя бы не усугубим то, что есть. Очень похожий состав у, ну, это новинка, это легкий крем Витаматрикс. Здесь мы видим то же самое витамин С, витамина, витамин Е. Ну, еще эти пробиотики, там, смола, амигель, гиалуронка, маслица. Разницу, понимаете, между эфирными маслами и базовыми маслами. Вот здесь масло сладкого миндаля это базовое масло. Оно не вызывает никакой фотосенсибилизации. Эфирные масла вызывают, базовые масла не вызывают. То есть запомнили, да? Можно сочетать и гель, и крем. И у вас получается уже двойная доза и витамина А, и витамина С, и витамина Е. Но это все равно доза не та, которая вызовет какие-то аллергические реакции или еще что-то. То есть это такой способ для тех, у кого там, не знаю, у мамы есть пигментация, да? У сестры старшей есть пигментация. А я не хочу пигментацию. Я лучше буду заранее пользоваться вот этим, например. Или там есть уже какая-то легкая пигментация. Вот посттравматическая пигментация. Да идеально вот это вот средство использовать, да? То есть мы не жестко ее убираем, при этом используем средство, которое нормализует нашу кожу. То есть она будет лучше заживать. Все у нее будет хорошо. И увлажнение дает, и все. Такое именно оздоровление кожи. Потому что пока кожа больна, она нормально функционировать все равно не будет. Гель антикуперозный. Очень по названию кажется не в тему в этом чате, да? В этой теме. Но на самом деле в нем есть ниацинамид, вот витамин ПП, и витамин С. Плюс разные экстракты, которые тоже являются антиоксидантами. То есть его можно рассматривать как омолаживающий гель и как гель, помогающий тоже при пигментации. То есть нормализующий состояние кожи. Вот. Поэтому если у вас заодно есть расширенные сосуды, то этот гель будет и там, и тут вам помогать. В принципе, вот посттравматическая пигментация экскорирующая акна. Там тоже есть сосудистый компонент. Акны у молодого человека. Сейчас я назад отмотаю. Сейчас я попробую. Вот так, наверное, не отмотаю. Сейчас вот где-то там был. А, не получается. Еще такая фото. Фото такое, он улыбается. Как будто он доволен. Вот этот вот молодой человек, да, у него здесь сосудистый компонент, сильно развит, а пигментный, он слабо развит. То есть ему антикапирозный гель идеально. В принципе, вот здесь вот везде антикапирозный гель будет хорош. Гель-интенсив-регенерация тоже. Это сильно успокаивающий гель. Да, то есть тоже при эскриирующем акне, постпилинговый период обязательно. Чем быстрее кожа заживает, тем меньше риск пигментации. Он именно от воспаления. То есть если человек, например, все время живет на солнце, или вы поехали на солнце, вечером нанесите гель-интенсив-регенерация после этого обгорания на этом солнце, у вас уйдет воспаление сразу же. Или его можно наносить даже под солнцезащитный крем, допустим. Да, он будет снимать воспаление, соответственно, кератиноциты не будут пинать этих наших стахановцев, чтобы они делали много пигмента. Да, то есть загар все равно будет, он никуда не денется, но чрезмерного вот этого вот, опять же, вы не обгорите на солнце. Потому что здесь состав, который будет, здесь нет СПФ, а чтобы вы понимали, СПФ это, скажем так, как отражательный назовем это отражатель-поглотитель солнца, солнечных лучей, солнечного излучения, да, отражатель-поглотитель, назовем это одеждой, она отражает и поглощает. А вот пантенол, алоэ, там, противовоспалитные экстракты, даже гиалуронка, они не отражают, они не поглощают, они заставляют клетки проще относиться к солнцу и не вызывая, бороться с свободными радикалами и улучшать состояние кожи даже на солнце. То есть не ухудшаться от солнца, бороться с солнечным излучением самостоятельно. Ну, как самостоятельно, мы все равно нанесли средства, да, вот. То есть это немножко другое, да, они именно заставляют кожу стать круче. Солнцезащитный крем, он просто защищает, как одежда. Новинка, о которой я давно хотела написать, но все никак не могу написать, потому что это крем Ретитерм сыворотка. Здесь 0,25% ретинола и просто он настолько многофункциональный, и там и тут. Огласите весь список это называется. Что я даже не стала перечислять от чего он, потому что если подумать, он от всего. Понятно, что ретинол акне, да, при акне 100%. Ну, наносить понятно, что на ночь. Тем более есть мнение, что витамина лучше поглощаются ночью, но я не видела каких-то подтверждений каких-то прям волшебных этого, но не важно. Значит, акне, да, в том числе экскорирующая акне, пигментация, потому что ретинол, это доказано как раз, он может вызывать пигментацию, если при этом загорать, но он и лечит пигментацию, и это мы можем видеть во всех топовых фирмах, которые борются с пигментацией, там всегда в средствах есть ретинол, если мы не говорим о средствах для беременных, вот, то есть это средство не для беременных, беременность противопоказания, да, поездка на море тоже противопоказания, там, любовь к прогулкам тоже противопоказания, там, если есть маленький ребенок, например, да, мы его не кормим грудью, потому что, в принципе, ГВ такое относительное противопоказание, ну, это уже вам решать, но прогулки на солнце по 2 часа с ребенком, да, это противопоказание, потому что солнцезащитное, я боюсь, не спасет от пигментации, плюс еще гормоны гуляют, поэтому лучше не надо рисковать, то есть поняли, пигментация, тем более, смотрите, здесь есть ниацинамид, здесь есть витамин С, здесь есть витамин Е, то есть куда ни плюнь, здесь все, что лечит пигментацию, старость, просто старость, да, тонкая кожа, истончение кожи, мелкие морщинки, все что угодно, даже кератомы, ретинол доказано, что как бы борется с с онкологией, да, то есть те, кто пользуется ретинолом, реже страдают от различных опухолей кожи, это доказано, соответственно, так как различные опухоли кожи появляются все-таки в зрелом возрасте, то можно после 30 уже начинать, вот, ну, кто-то, у кого есть акне, начнет раньше, но потом сделает перерыв, и потом опять вернется к ретинолу. Лето, конечно, не та пора, когда нужно начинать пользоваться ретинолом, но знать о нем имеет смысл, и опять же, все зависит от вашего образа жизни, если вы практически не гуляете, если вы не любите загорать, если вы не собираетесь на море, то можно его использовать, ну, можно просто использовать два раза в неделю, то есть не каждый вечер, а там пореже, тем не менее, эффект вы увидите. Эффект на акне прямо с одного применения, честно говоря, подсушивает отлично. при этом в опытах на людях не было ни одного человека, который в обе этот ретидерм засушил. Это отлично, потому что 0,25% это уже рабочая доза, такая аптечная, скажем так, доза, и соответственно, есть риск осложнений. Осложнение на сухой коже, например, это сухость, потому что ретинол уменьшает выработку сальных кожного сала, соответственно, сухая кожа и так его практически не вырабатывает, она будет чувствовать, что ее засушило еще сильнее. Нет, специально давала сухим, сухие не стали еще суши, нормально все было за месяц применения. Месяца достаточно, чтобы засохнуть или получить по бочке. Пигментации не было ни у кого, все защищались хорошо, пигментация уменьшилась у всех, у кого она была. Воспаления уменьшались у всех вообще очень быстро и кожа стала более плотная за месяц. Ну, это очень сложно, да, мы не использовали аппараты для проверки, но сами люди это ощущали. Вот, людям можно верить. Ну, в общем, вы поняли, от всего. так. Заодно здесь есть и пробиотики, вот, фукогель, гиалуроночка, поэтому это такое очень-очень-очень хорошая сыворотка, омолаживающая при акне, а также при пигментации ночная такая. Дальше. Солнцезащитный, конечно же, наш крем. Это то, что нужно сейчас абсолютно всем. В нем много солнцезащитных факторов и физических, и химических. Я не стала их перечислять, там страшные слова. Защищает от всех типов излучения, без масел, то есть он подходит и для жирной кожи, и при акне. Ретидерм, да, в сентябре уже можно. И он гипоаллергенный. У меня, например, чувствительна достаточно кожа, особенно на веках. Я его наношу на веки. Другие солнцезащитные средства я не могу наносить на веки, я сразу чешусь, у меня сразу краснеет и так далее. Этот я могу наносить даже на свои веки. Я не говорю вам обязательно его на веки наносить, но это как показатель того, что он именно гипоаллергенный, очень хороший гипоаллергенный. Он не дает сильного выбеливания, он очень таким тонким слоем наносится, не скатывается. В общем, он очень хороший получился. Прям он удивительно хороший получился. Вообще все наши последние продукты удивительно хороши. Они и так хороши, а тут так вообще. Так, кто у нас еще есть хороший? Стоп, еще странно, крем куда-то делся. Наш крем увлажняющий, вот он, перескочила. Смотрите, крем увлажняющий наш тоже, как ни странно, будет, не будет мешать, в смысле, не будет лишним для людей с пигментацией. Почему? Потому что он противовоспалительный. Здесь есть 10-15 процентов СПФ, 10-15 легенький СПФ, но вот это как раз для тех, кто вышел, зашел. Вот, для тех, кто не гуляет, во время пасмурной погоды, ну, вечером, например, или рано утром, если вы куда-то пошли, и он противовоспалительный, то есть если есть воспаление, он тоже будет очень даже хорош. именно СПФ-12 именно он не столько защищает нашу кожу, сколько позволяет ей работать правильно. А теперь поиграем в угадайку. Что-то там на улице стало темно, у меня тут вообще темнота такая в комнате. Сейчас мы поиграем в угадайку и угадаем еще два продукта, которые можно использовать при пигментации. Я подскажу, что в одном из них будет аналог гель для кожи вокруг глаз. Точно. Потому что в нем есть истопакны. Да, супер. Ну, нечестно, вы все знаете. Гель для кожи вокруг глаз содержит солодку, петрушку, и они это такие успокаивающие и в том числе отбеливающие экстракты. Это очень легкое такое отбеливание, вот, которое при каких-то воспалениях, то есть как противовоспалительный его можно, например, после тех же пилингов. Или если у вас вдруг кончился гель интенсив регенерации, или просто вы купили 100 грамм этого геля для век, да, и вам его некуда девать, то его можно на самом деле наносить на все лицо. Или еще один пунктик, если у вас появилось, вы используете какое-то отбеливающее средство, неважно какое, и у вас появилось раздражение, да, потому что отбеливающее средство, как я уже сказала, там часто кислоты, большое количество арбутина, или вы купили допустим турецкий эксперимент крем там с кидрохиноном, да, запрещеночку, вот, они могут вызывать раздражение, достаточно сильное покраснение, а мы помним, что воспаление усиливает пигментацию, да, и нам воспаление надо обязательно снимать. В таких случаях вы отменяете эти солнцезащитные средства, солнцезащитные отбеливающие средства, и используете именно больше противовоспалительные, вот гель для кожи вокруг глаз гельтек, он именно такими свойствами обладает, такими он будет успокаивать, плюс там есть легкое отбеливание, да, потому что ретинол на раздраженную кожу я вам не советую наносить, может стать хуже, именно когда уже есть какая-то такая вот по типу аллергия, ну, легкая косящая под аллергическую реакцию, да, контактный дерматит, то есть ретинол нельзя, средства с азилоиновой кислотой, то есть кислотами нет, просто интенсив регенерацию, да, можно, а можно именно гель для кожи вокруг глаз, вот, можно чередовать, чтобы не было раздражения какого-то, так, и стопакне, да, стопакне тоже отличный гель, в нем аналог азилоиновой кислоты азилоглицин, его на заметку тем, кто ковыряет, то есть чтобы не ковырять, вы вместо этого, ковырять же хочется, вы вместо этого просто наносите, он наносится долго, то есть вот допустим прыщ у вас, вы нанесли, гладите свой прыщ, гладите два раза в день этим стопакне, да, то есть вроде поковыряли, но вроде без ногтей, да, то есть и душу себе успокоили, что вроде что-то сделали хорошее, и вроде как полечили, заодно это будет препятствовать образованию посттравматической пигментации, то же самое, стопакне можно наносить на царапинки какие-то, то есть на вот такие вот вещи, вот, из таких лайфхаков, значит, по двум другим продуктам, про которые тоже вспомнили, они очень спорные, пектиновый гель, на самом деле ничего он не отбеливает, его можно точно так же и маску энзимную тогда с пектиновым гелем, они просто будут ускорять дискломацию эпидермиса, то есть просто отшелушивают, максимум пектиновый гель для кого? Опять же при эскриирующем акне и при посттравматической пигментации, да, то есть тоже можно как ускорятель отшелушивания, но я бы лучше взяла стоп-акне, честно говоря, потому что стоп-акне будет действовать быстрее, и азиолиновая кислота, она действительно блокирует тоже тирозиназу, соответственно, она не будет стимулировать пигментацию, в пектиновом геле ничего именно блокирующего нет, то есть именно отбеливающего там ничего нету, пектин просто за счет кислоты своей, да, он будет, ну, он успокаивает немножко, но вот нет, нет, это вам кто-то что-то наврал, вот, тоник саха кислотами, да, это кислоты, то есть понимаем, да, там есть, кстати, микроэлементы, для тех, у кого их мало, в принципе, при эскорирующем акне можно, то есть, но понимаем, что это для отшелушивания, не для лечения пигментации, тупо, тупое такое отшелушивание, как энзимная маска, как и пектиновый гель, да, я вам сказала все про отшелушивание, что оно может вызвать пигментацию, поэтому я рекомендую тоником с АХ-кислотами, там громко написано АХ-кислоты, вот, специально никто не прятал эти кислоты, летом аккуратно лучше не пользоваться, потому что он будет отшелушивать, вот, пользуемся так же, как и ступакно, да, то есть он отшелушивает, одноразово можно бы пользоваться, там, выскочил прыщ, или еще что-то, но регулярно летом не очень советую, летом вообще с этим сложно, поэтому я летом больше советую, кроме солнцезащитных, я советую такие вещи, как тонизирующий гель и витаматрикс вот сейчас появился, то есть витаматрикс можно на ночь использовать, да, ну, тонизирующий плюс витаматрикс будет на ночь, утром будет тонизирующий, или, например, антикуперозный плюс солнцезащитный, да, то есть такая простая схема, не включающая жестких именно жестких каких-то кислот, большое количество витамин С, ретиноидов, да, это для тех, кто много гуляет на солнце, или кто собирается гулять на солнце, вот, для тех, кто сидит в темноте дома, можно делать все, вот, можно делать все, можно лечиться по-всякому, вплоть до шлифовки кожи, сейчас с учетом масок, например, очень удобно, маска, кепка или шляпа, очки темные, можно даже делать шлифовку кожи, не боясь за пигментацию, потому что мы все закрыты от солнца, да, загорать можно другими частями, вот, то есть сейчас, по идее, за счет масок, как раз пигментация должна в этом году быть меньше у людей, я надеюсь на это, вот, если у вас есть пигментация, сравните, июнь прошлого года и июнь этого года, когда сильнее была? В масках, я думаю, что гулять, может быть, скоро разрешат и без масок, конечно, но на производствах в масках люди останутся, в общественных местах там, в масках люди останутся, то есть, я думаю, что производство еды какой-нибудь и медикаментов точно будет в масках. Я вот сейчас пересматриваю доктор Хаус, а там вообще все без масок, даже когда у них была эпидемия менингокока, которая передается воздушно-капельным, в том числе, путем, почему-то пациенты были в масках, а врачи были без масок, это было очень смешно, вот, также я вижу, как они колют кучу всего без перчаток и так далее, то, что уже не делается очень-очень давно, вот, как-то так. Все меняется в этой жизни и маски, они войдут в, ну, не везде, да, не абсолютно везде, понятно, что мы не будем дома сидеть в масках, но я как врач, я буду в маске, видимо, работать теперь всегда, навсегда, мне нормально, я спокойно и 9 часов провожу в маске, ну, там, перерыв только, когда я ее меняю или водички попить, вот, это не страшно. Так, Виктория, к медицине Англии у меня вообще большие вопросы после того, как я познакомилась с людьми, которые там живут и они могут сравнить ее с российской медициной, поэтому. Так, в целом, я жду ваши вопросы по теме, там еще про Литидер, как новинку почитать. надеюсь, что все было понятно, мне было именно важно вам дать понять, почему происходит пигментация, в первую очередь, что ее провоцирует, да, и что это не какой-то один или два фактора, а их действительно очень много, угадать очень сложно, это часто сочетание, того чуть-чуть, всего чуть-чуть, потом, что пигментация бывает очень разная, вы можете думать, что это пигментация, это вообще что-то другое, да, это опухоль, ну, доброкачественная, я вас не пугаю, а может быть, и злокачественная, да, поэтому нужно не все-то пятнышко, не все-то пигментация, что пятнышко, и лучше, если вы вот боретесь с ней, боретесь, она никуда не девается, да, то лучше сходить к доктору, термотоскопом посмотреть, придумать какие-то новые способы лечения, проверить организм, да, то есть не только наружные средства вам помогают от нее избавиться, но и внутренний мир, здоровый внутренний мир. Так, отличный вопрос, для снятия солнцезащитного крема нужно гидрофильное масло или достаточно отчащего геля Гельтек? Достаточно, гель отчащего Гельтек отлично смывает все, кроме водостойкой помады, ну, вот это и для поцелуев. Вот ее не смывает, солнцезащитная отлично смывает, и наш солнцезащитный крем, так как он ойл-фри, он вообще легко смывается, но, к сожалению, он и морем будет смываться, и речкой, и озером, и потом, да, поэтому, почему рекомендуют обновлять каждые 2 часа солнцезащитные кремы? Потому что мы потеем, потому что мы трогаем, потому что мы плаваем, то есть в целом это не так обязательно, уж каждые 2 часа это может быть перебор, потому что, чтобы нанести, нужно сначала смыть вот этот весь пот и вот эту всю грязь, да, опять же, если мы пошли гулять на 2 часа, то и, ну, погуляли, вернулись домой, умылись, вот, если же мы целый день на улице, то заодно лучше использовать, конечно, какие-то шляпы или сидеть в тени. Тоже хороший вопрос у Ольги. Серия Нео будет ли эффективна для профилактики пигментации? Нео антивозрастной будет эффективен, потому что там есть витамин С, вот, тот, который для сухой и нормальной кожи, там все-таки просто экстрактов много, а витамина С там нет, поэтому лучше оранжевенький, лучше неооранжевенький. В целом, вот, разные кремики с витамином С, с другими витаминками, то есть с антиоксидантами, они очень хорошо профилактируют пигментацию. Вот, да, мы не поговорили про процедуры, ну, понятно, что есть фотоомоложение, например, которое дает очень хорошие результаты, есть лазерные шлифовки, которые тоже дают очень хорошие результаты, есть пилинги, да, которые тоже дают определенный результат, особенно если эти пилинги содержат, те же ретиноевые, кстати, пилинги дают очень хорошие результаты за счет именно ретинола. Там идет и обновление кожи, плюс ретинол очень хорошо действует, да, и нормализует как раз работу клеток. Что еще? Мезотерапия отбеливающая, тоже с антиоксидантами, с этамином С, с глутатионом, могут быть пептиды, тоже дают отличные результаты. То есть средств очень много по борьбе с пигментацией, и это отлично, но, кстати, на разных людей действует свое. Кому-то больше нравится пилинги делать, кому-то, ну, именно нужно понимать, что это не тупо гликолевый пилинг, это именно пилинги с фитиновой кислотой, с коевой кислотой, с арбутином, чтобы там было витамин С. Опять же, постпилинговый уход должен быть тоже с большим количеством отбеливающих средств. То есть пилинг, он просто снимает этот верхний слой и позволяет дальше вам дома уже вносить, как бы, в кожу больше количества каких-то отбеливающих препаратов. Различные форезы тоже мы вбиваем, как бы, вот форезы по гелютонизирующему отлично делать для отбеливания, да, а там, хочешь электрофорез, электропорацию, даже микротоки, фонофорез. Фонофорез по ретидерму, например, не советую, потому что может получиться ретиноевый пилинг, можно получить случайно перебор в плане, ну, с другой стороны, вы можете, да, сказать, а сейчас мы вам сделаем как ретиноевый пилинг, да, с форезом сделать по ретидерму, получить большее количество ретинола в коже, и, да, будет шелушение, там, ну, нужно это понимать, но тоже вариант, ну, просто не летом, вот, будет больше омолаживающий эффект, интереснее тоже. То есть, кто физиотерапией занимается, да, там вообще вы можете модулировать эти эффекты от разных средств, то есть, домой вы даете одно, например, средство, а в кабинете вы действуете другим, то есть, например, дом антикуперозный, да, а в кабинете по тонизирующему средству вы делаете, там, два раза в неделю какие-то процедуры, и получается у вас сочетание интересное, вот, ну, и ждите нашу отбеливающую сыворотку, я ее тоже очень жду, не знаю, когда выйдет, но тоже под это дело тоже сделаю какой-то, какой-то вебинар про пигментацию, тоже будет интересно, может быть, там, больше именно что делает, что делает косметолог вообще с людьми.